С пользой для здоровья и семейного бюджета проводит лето Лида Шерстнёва. Школьница уже второй год подрабатывает на каникулах в Ботаническом саду. Найти работу по душе ей помогли в Молодёжном центре Самарский. Сюда может обратиться каждый подросток и найти для себя интересную вакансию. Мне нравится работать с цветами, с растениями. Здесь очень хорошая обстановка. Очень нравятся колокольчики, ромашки. Этим летом ухаживать за редкими растениями сотрудникам помогают 63 подростка. В Ботаническом саду детей ждут уже с апреля. Работы хватит на всех. Мария Соболева в Ботанический сад устроилась сразу после окончания института. Теперь готова поделиться многолетним опытом работы с молодёжью. Если бы не дети, мы бы не справились. Это честно. Как только у нас сезон начинается, мы уже с Центром занятости начинаем сотрудничать. Сейчас приходят дети, которые приходят заработать деньги. Это уже совсем другие дети. Полоть, поливать, обрезать кустарники – основные обязанности школьников на рабочих местах в Ботаническом саду. Именно в ходе трудового процесса они узнают много нового и интересного о редких растениях. Навыки, полученные здесь, считают ребята, могут пригодиться. Полем, цветы сажаем, обрезаем винограды. В будущем на цветы ландшафтных дизайнеров хочу пойти. У нас отдел дендрологии. Здесь есть ещё теплицы, ещё там цветоводство. Я по жизни больше ручной труд предпочитал. Как вакансия попалась, пошёл сюда. Потом понравилось, остался второй год работы. Мы вот в прошлом году как работали, так практически всей бригадой снова и оказались. На время летних каникул в рамках целевой программы «Молодёжь Самары» уже полторы тысячи подростков нашли себе интересные вакансии. Более ста предприятий предоставили рабочие места в разных сферах деятельности. Благоустройство и озеленение, промышленность и сфера обслуживания. Особое внимание соискателям из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Это важный воспитательный момент, который позволяет ребятам в будущем с уважением относиться к людям труда, с уважением относиться к будущей профессии. А во многом, может быть, это первое рабочее место, оно определит их будущую профессию, выбор образовательного учреждения. Какую вакансию выбрать, каждый для себя решает сам. Информацию о рабочих местах для подростков можно получить в молодежном центре «Самарский». Дарья Трофимова, Алексей Золотенков, Константин Головин. События. Дарья Трофимова, Алексей Золотенков, Константин Головин.